Какие дела, народ? Я Роман Хайрудинов, и сегодня мы с вами будем тестировать новые кеды, очередные, это второй выпуск, выпуск 2. По традиции уже, прежде чем мы начнем видос, я хочу вас попросить подписаться на канал, поставить колокольчик в свою фигню, и было бы классно, если бы мы собрали тысячу лойсов под этим видосом, чтобы я побыстрее выпустил новую шарагу. Да, следующий выпуск будет шарага BMX Online, и я в любом случае выпущу, но если будет тысяча лойсов, я бы стараюсь сделать это быстрее. Ну а теперь, когда я поклянчил у вас лойсы, подписку и так далее, можно уже перейти к кроссовкам. Собственно, такие вот у меня кеды, сейчас покажу, что внутри, они для скейтбординга, для этой штуки, но мы будем тестировать их на BMX. А там Андрюха же, это смешное дело. Да нет, я вам просто поздоровался. Так, я показал их перевернутыми, вот так, вот так, и вот так. Сейчас мы подснимем их поближе, чтобы вы их рассмотрели, я расскажу про них что-нибудь. Так, вот такой вот у нас кроссовочек, DC Funk, скейтерская промодель, парнишки, на которого давно подписано. Прикольно гоняет, чувак. Давайте смотреть, что у нас здесь есть. Ну, по сути, обычный кроссовок на вот такой вот прикольной подошве, которая теоретически должна хорошо сейвить нашу пятку. Внутри есть стелечка, ну, конечно, это не Vance, этот UltraCash, но тоже с намеком на то, что она будет защищать. Есть вот такой вот у нас прорезиненный носок, который, конечно, будет очень быстро грязным, но мне очень нравится, как это все выглядит. Что мне здесь не нравится? Мне здесь не нравятся вот эти железные штучки. Я их обычно вообще плоскогубцами отламываю все, потому что они коцают раму, стирают краску, вообще не кайф. Что, Андрюха, ты же ценитель моды. Роман, ну че ж тут пропаганда курения присутствует. Где? Вон курильщик, сразу видно. Пропаганда курения тут распространяет. Нехороший. Мне понравилась подошвана, довольно прикольдесная. Типа такие с дырками, главное по грязи в них не ходить, а то они станут тяжелее на 250 грамм. Типа грязевой такой, как, типа, девочка, которая хочет скрыть недостатки, заполируется, типа. Сегодня я попробовал и крутецкий крем. Опа! Трюки без киндамы. Все, давай, давайте лучше киндамы дам. Все, спасибо, все свободны. В общем, я думаю, Андрюха и я все, что нужно, рассказали, остальное я уже расскажу в процессе их теста. Единственное, что я хочу сказать, многие мне писали, что венцы это дофига дорого. Вот эти кеды я выцепил за 3 косаря, 3,200 и 3,300, по-моему. Ну, по скидону, конечно, но, в общем, достаточно бюджетно, я считаю. Посмотрим, как они справятся. Все, на, дети теперь мы могут. Вот так, кстати, выглядят кеды, которым 4 месяца, они ветераны. 4 месяца, я не помню, когда у меня в последний раз уже жили кеды. Короче, им больно, но они еще справляются. Кстати, сегодня мы будем делать, наверное, 100 фуджем телоипов, потому что, опять же, в комментариях мне подсказали, что я делаю так чистенько телоип, что особо кеды не нагружаются. Я решил, что мы фуджем телоипы и фуджем должен стирать вот здесь эту часть, ну и ловля, как обычный телоип, соответственно, по бокам будет прилетать. Посмотрим. Может быть, это более эффективно для теста, ну, короче, более эффективно, чтобы показать износ. Да? Ну, обычные випчики, банихоп, тоже сделают. У меня тут не очень удобный стул. У него оранж фитнес, конечно. Ну что, погнали? DC Funky Shoes, или Funky, не знаю как название, против 100 кикфлипов. А, подождите, это не тот канал. О, против 100 кикфлипов. Не сделать здесь 10 кикфлипов подряд теперь. Потому что мокрая? Ну да. Ну, не хотел, давай попробуем. Да, я сейчас здесь. Я уже надел кеды, и сразу хочу отметить, что они люто цепляют мои педали, ну, потому что у меня достаточно новые педали у кроссовок. Крутой рисунок на подошве и очень цепкий. Короче, мертвая хватка, это кайф. Сейчас мы сделаем для начала 10 банихоп-тилейпов, а потом 100 кикфлипов. 10 банихоп-тилейпов, ну, просто на всякий случай, мало ли, они разлетятся от 10-ти тилейпов. Я не знаю, как это объяснить. Короче, в прошлом видео мы решили, что банихоп-тилейпов ничего не показывают, потому что я их делаю чисто и так далее. И в этом видео, чтобы не повторяться, я решил делать 100 кикфлипов. Что, давайте сделаем 10 банихоп-тилейпов, пойдем туда. Как думаешь, сделай сразу 10 подряд? Да, ты же сделал тогда 10, значит, и сейчас сделай. Я же вообще еще не катался. Ну, тогда было примерно так же. Давай, стартовая позиция. Там гринь, там гринь, там гринь. Ну, можно. На этот расчет он, что я могу крутиться и с головой там. А сколько это было? Если честно, не знаю. Ладно, сейчас будет 5. Это 8 получается? Ну, все? Да, ну и все. Не, запулились. На пятку немножко, ну что? Запачкались. Ну да, банихоп-тилейпов, короче, это не показатель. Твои кеды такие же чистые, как твои тилейпы. Будем надеяться, что фуджем-тилейпов будут их больше чуть уничтожать. Ну, не так солнце ярко светит. Подобрались к споту, где буду делать фуджем-тилейпов. У меня два квотера, чтобы я делал их подряд, быстренько. Я рассчитываю снова делать по 10 кряду. Ну, мне кажется, с джент-тилейпами это будет посложнее. Не такая крутая у них стабильность. Само по себе. Но я надеюсь на лучшее. Вот эти, да, споты ты выбираешь? Вот это, вот это, да. И вот это. Погнали. Погнали. Играет музыка. Играет музыка. Это были первые 12 фуджинвипов. Впереди еще 88. И что я хочу сказать. До этих 10 бонетелипов и 12 фуджинвипов я доехал до скейтпарка и пару раз сделал 180 банихопа. Это все, что... Вся моя разминка. И этого явно мало. Надо сначала покараться полчасика в следующий раз. А потом приступать к сниманию таких вот видосов. Мысль на заметку. Самому себе. Что? Надо добить D33 и посмотреть, что с кедами. Что тут делается? Это было 9. Сегодня 7 января. Мне, блин, очень жарко. Очень прям жарко. Давай посмотрим, сколько там. Это 10-й. Это 33. Что? 33. Кайф. Пойдем смотреть, что особое уйдет. Погнали. Блин, мне кажется, если бы я делал какие-то флипы, мне было бы намного проще. Реально. Это 7-ая доска. Смотрите, красивая. Мне нравится. Надеюсь, за это не забанят. Не будем это долго показывать. Лучше посмотрим на кеды. Смотри, кстати. У меня эти кеды немножечко не по размеру, но полразмера. Меньше, чем должны быть. Смотрите, начали эти штучки отрываться. Видите? Железные. Как раз-таки я их не люблю. Видите? Все. Вот они полетели. Всего сколько? 33 Fujim Vipa и 10 Bonitela Vipa. И уже первые потери. Но я считаю, что это потери, потому что если я начал отлетать сейчас, за недельку-другую прям вырвет. О, смотри, здесь, смотри, какой они жестко так. Ну, видишь? Нет, нет. Ну вот. Ну да, я их туго затянул, но мне кажется, это не причина. А еще... А еще это надо на ноге показать. В общем, смотрите, я их достаточно жестко затягиваю, да, может быть, поэтому тут отвалилось. Но предусловие, что я их жестко затягиваю, когда я... Смотрите, когда я вот так вот стою, видите, вот здесь вот много места свободного. И это немножко... Короче, как-то я сейчас стоял на велике, вот так вот, и прям, видите, оттопыривается. Хотя кроссовок у меня на полразмера, по сути, мал. Странная, неудобная штука. Что, осталось все? 67 тулыков, правильно? Да, 67 тулыков. Погнали. Сейчас примеряемся все. А-а-а, отстой. Ну, три вот оставил. Четыре, да, было? Ну, пятый сделал. Просто пятый некрасивый. Не-не, ну, это не считается, надо язык. Да почему какая разница? Не, ну, давай пусть будет почистый. Ой, Роман, такой перфекционист. Пока есть. Это ты обладаешь... Десять. Десять? Что ты не сделал? Черт. Хорошо. Вообще, мы как-то с Малаем играли. По-моему, доходили до 22 тулыпов. Крядули, может, даже до 25. Ну, в общем, много делали. Но проблема в том, что сейчас на сценаре достаточно дождливая погода. И последние два дня я провел в спортзале с Андрюхом Узанином. Ну, мои мышцы просто все мертвые. Мне очень тяжело из-за этого. Так вот. А сегодня чуть-чуть подсохло. Хотя большая часть парка, конечно, мокрая. Нужно в плюс 12. 7 января. Мне кажется, это лютый кайф. Поэтому вот выбрали снять для вас ютубный видосик. Поэтому если вы не поставите палец вверх, я обидусь. Ну, это не точно. Хотя будет десятку надо сейчас нового формы. Спасибо. Одиннадцать? Одиннадцать? Да. Очень тяжело считать. Я боялся, что я даже с 10 не сделаю. Не, вроде одиннадцать. Ну, проверили, да. Четко было одиннадцать. Все хорошо. Хочу сказать, что первые видели. Я Талис Лайдом оформил. На самом деле, было бы классно двух одинаковых в вторых делать. Типа в мини-рампе, типа того. Потому что тут радиус... Не радиус. Стоп под наклоном. Из-за этого мне приходится все время перестраиваться. Между каждым тылом. Это немножко напряжно. А еще, из-за того, что у этих кроссовок пятка достаточно массивная, я цепляюсь об покрышку иногда, видите, обзадью. Ну, еще потому что у меня жирная покрышка. Видишь, стерта. Видно на камере? Да, видно, конечно. Вот. Я иногда как бы ловлю. Иногда ловлю, как будто в тормоз. Потому что пятка в покрышку цепляет и трется. Тоже такой себе комфорт сомнительный. Ну, сто осталось уже немножко. Так, осталось восемь. Это звучит как очень легкий вызов. Хотя, наверное, может быть, самонагировано. Восемь уже? Блин, я не знаю, начала падать. Я не знаю, почему, но считать просто невозможно. Реально сбиваюсь. Я такой один, два, три, пять, восемь. Сколько? Короче, бред. Мы сделали семь. Я был уверен, что я уже восьмой, девято точно делаю. Так что сейчас один добьем, чтобы показать вам кеды. Четко, теперь точно было восемь. Шестьдесят шесть. Да. Погнали, смотри, кеды. Да, погнали. Смотри, какой красивый носок. Со звездочками. Возвращаемся в кроссовку. Ну, от фуджевов он пока не начал стираться, естественно. Здесь всего-то шесть раз. Здесь немножечко подстерся. Здесь его, видите, подкусало чуть-чуть. Я там несколько таких кривых, выживающих фуджи-випов сделал, что жесть. Здесь вот пошаркал задней покрышкой. Стерлась красочка, видите? Да, покажи. Здесь достаточно плотный шов, видишь, он выпирает. Из-за того, что он выпирает, когда я ловлю фуджи-вип, по нему прилетает. Видишь, он так вот смятый теперь. Ну, и красочка тоже испотерта. Ну, и железочка у нас продолжает понемножку отрываться. О, смотри. И взорвался. Чуть-чуть. Ну, мне кажется, из-за того, что они туго на мне сидят, я сильно затягиваю. Что взорвался, конечно, не его. Вот, видишь? Ну, да. Смотри, вот. Ну, там внутренний слой, кстати, что радует. Мне кажется, потому что я туго их зашнуровал. Потому что они на полу размера мне маленькие. Ну, хотя мне нравится, когда кеды туго сидят, когда они не болтаются. Это достаточно комфортно. Что я еще хочу сказать. Они прикольно достаточно сейвят пятку. Было у меня несколько кривых попыток, на мой взгляд, когда я нырял прям вслед за випом. И вообще не чувствуется. Очень мягенько все. Реально смягчает пятку. Когда я в шотунг ловлю. Все, осталось еще 33,1. Десять. 76 готово. На этих десяти тылыков даже почти не помирал. Все вроде чаденько было. Осталось всего два кружечка и один. Вроде еще десять. Сколько там уже? Одиннадцатый был. А, ну хорошо, так? Ну, одиннадцатый сделал. Господи, я думал, что я десять еще не сделал. Это хорошо. Это прям кайф. Замечательно. Так, осталось десять, значит, всего. Но нужно взглянуть за пауэрбэнком. Сейчас пауэрбэнк потащу тебе и продолжу. Я привез тебя в пауэрбэнк и хочу им похвастаться. Смотри, какой он. Ну, еще написано. BMX и по-корейски. Потому что мне подарила его Корейская Федерация Велоспорта. Когда я был там. Прикольно. Он все еще у меня живет. Напоминает мне. Прикольные подарки. Вот такие надо делать. Все, осталось десять. А что ты предлагаешь мне стартовать? Девять осталось. Нет, всего десять осталось. Ага. Да стартуй откуда хочешь. Хочу сверху, потому что ленивый. Не хочу еще его откручивать. Ну тогда сверху старты. Наверное. Опа. Это своя. Забад. Это девятый. 99 с Уджем Тулыков позади. Остался последний сотый. Давайте добьем его. Такой был кривой, мне кажется. Да нет, красиво было все. Все хорошо, думаешь? Красиво завершил этот видос. Это было сто фуджем випов. И 10 обычных панихов тулыков. Сейчас посмотрим, что с кроссовками, с кедами, с обувью после этих всех тулыков. Пойдем смотреть. Сейчас я ноги закину на велик. О, чтобы у меня был кайф. Ну что, 100 фуджем випов. 10 бани-випов. Ну, есть потери. И видно, что дальше они будут отваливаться достаточно быстро. Ну вот, у нас порвалось здесь. Я показывал уже. Видно, что... Видно, что начинает здесь разваливаться по этим железочкам. Ну, я их, кстати, оторву. В любом случае. Но неприкольно. Вот здесь замялось сильно. Пятка. Ну, пятка это нормально. У меня так на всех кедах практически. Это просто покрышка цепляет. Подошва. Ну, чуть-чуть ее подгрызло совсем. Но очень несущественно. Ну, что я хочу сказать. Прикольные кеды. На самом деле, для бюджетных. За 3К. Плюс я на них, наверное, буду кататься на своем скейтборде иногда. Смотрим правый ботинок. Ну, с ним, как и предполагается, ничего не случилось. Как Андрюха предсказывал, забилась грязь сюда. Вон, видишь. Фиг ее достанешь. Ну, здесь все нормально по подошве. Блин, они такие белые на камере. А в реальности не очень белые. Угу. Ну, здесь, кстати, не провалось, видишь. Так что, возможно, это не следствие того, что я перетягиваю. Все-таки от трюков. Потому что я затянул очень плотно оба кроссовка. Вот. Еще начну, видишь, здесь видно пяточку. Ну, в общем, кеды достаточно прикольные. Я бы сказал, что очень даже катабельные. Мне нравится, буду в них покатываться иногда. Ну, понятно, что сейчас не очень комфортно, потому что они жесткие, из коробки, нерастасканные. Кстати, они достаточно быстро стали мягкими. Венцы намного дольше становятся в этом плане мягкими. Не знаю, хорошо это или нет. В следующих выпусках обязательно покажу, что с ними стало, там, через неделю, через месяц. Ну, короче, когда следующий выпуск будет, в одном из них обязательно заслечу их и покажу, как они себя показывают в длительной перспективе. В следующем видео будет возрождение Шараги BMX Online. У меня на Шарагу BMX Online очень амбициозные планы. Надеюсь, у меня все получится, потому что я ограничен в ресурсе. Пока нет оператора, большого количества аппаратуры, но я очень постараюсь. Так что ждите Шарагу, ставьте пальцы вверх, распространяйте этот видос, помогите мне. Это будет моя мотивация, чтобы я быстрее снял и быстрее смонтировал новую Шарагу. Шо ты? Деводите его, няня. Шарага BMX Online. Так, я понимаю, что 100 фуджем випов и 10 бани випов – это маленькая нагрузка, чтобы затестировать кроссовки. Поэтому мы сейчас еще чуть-чуть покатаемся, еще сделаем каких-нибудь пиловикчиков, но футканканчиков, еще чего-нибудь. И в конце дня я уже покажу финальный результат теста. Короче, тест будет более жестким для кроссовок. Но основная часть закончена. Погнали дальше. Опять не тот агрегат. На, это твоя. Мы же продолжаем тестировать кроссовки тулыбами, поэтому больше тулыбов – бога тулыбами. Продолжаем тестировать кроссовки. Еще пара тулыбов – бога тулыбов. Может быть, стоит сделать нофутканкан, как вариант. Тоже убираешь ноги, тоже по идее страдает кроссовки. У тебя очень красивые волосы. Спасибо. Посмотрите, какие у Лизы красивые волосы. Она меня сегодня снимает весь день, она молодец. Надо поставить палец вверх, чистый из-за Лизы. Потому что она очень красивая и молодец. А еще потому что у меня дыра на ноге кровавая, а я бегаю с камерой. За это вот, хотя бы за это можно уже поставить лайк, за мою выносливость. Спроси у тебя, что еще сделать, чтобы убить кроссовки. Я говорю, что своим катанием ничего нельзя сделать. Ну, типа, ты аккуратно катаешься. Ну, ты видела у меня за 4 месяца, как кеды умерли? Да, за 4 месяца. Ну, типа, какой-нибудь чувак, который вообще не умеет бить, например, он бы уничтожил эти кеды за неделю, возможно. Просто криво приземлив вот так вот, они упорвались. А ты, ну, как бы, слишком аккуратно все делаешь. Ну, я пытаюсь. Я тебя даже немного ненавижу за это. Ну, ладно. Что-то я хотела посмотреть. Так, я знаю, что можно сделать. Можно сделать всякие разные фуджемы. Пойдем? Вот еще пару фуджемов в копилочку теста кроссовок. Я уже переодеваюсь в комфортные, любимые свои Vans Demolition. Они реально офигенные. Потому что в этих у меня сегодня подустала нога. Чуть-чуть. Все. А на этом наш видос заканчивается. Сегодня мы тестировали вот такие вот кеды DC. Они, на мой взгляд, прикольные. Вполне себе тянут на 3000. Всем спасибо за просмотр этого видоса. Ставьте палец вверх, подписывайтесь, оставляйте комментарии. Ждите новую шарагу. Надеюсь, мы соберем 1000 лойсов, чтобы она вышла быстрее. Все. Всем пока. Я потащу свою интровертную задницу домой. В тепло и в комфорт. Вы смотрите видос. Надеюсь, он вам понравится. И до новых встреч. Словно дисклеймер. Это тест кроссовок. Да, такие видосы есть у Braille. Да, это адаптация. В первой части я об этом говорил. Во второй тоже говорил. Можешь, конечно, написать, что это было у Braille. Будет классно. Оставь коммент, подними статистику. Оставь коммент, подними статистику.